У меня есть друзья, у них есть деньги, они не бедные, нормально все у них. И вот мы недавно разговаривали, что бесит даже богатого мужчину в отношениях с женщиной, в финансах. Как ты думаешь? Есть предположения? Представь себе, у тебя есть богатый мужчина, денег у него много. Но есть момент, который выбешивает очень сильно. То есть он прям даже богатого мужчину успешного вводит в состояние внутреннего дискомфорта, и он начинает себя чувствовать, даже подсказку дам, немножко такой дойной коровой. Слушай, ну это несколько предположений, но я думаю, что это точно не какие-то импульсивные покупки, которые она берет без спроса. Ну, в том на то, что особо не нужно. Она может потратить там миллион на сумку с его карточки. Это не бесит. Это бесит. Бесит. Может то, что она там, не знаю, помогает всем вокруг, своим родственникам, тоже вскрыто от него, например, с его бюджета, это тоже может бесить. Ну вот об этом и не говорили, больше вот претензия, когда женщина ставит перед фактом своего мужчину. То есть она говорит, мне завтра должны привезти, например, там, не знаю, платье, платье, скинь там 200 тысяч рублей на карту. Или мне послезавтра перевезут туфли, переведи мне там 300 косарей. А если бы это платье стоило, допустим, 50 тысяч? Неважно. Я задал этот вопрос. Я абсолютно согласен с этими мужчинами. Это про, во-первых, это про нарушение финансовых границ мужчины, раз. Это про некую степень уважения к мужчине, это два. Я все-таки считаю, что каким бы мужчина не был щедрым, да, и как бы он там не мог себе позволить сделать дорогостоящие подарки и покупки, мне кажется, все-таки женщина могла бы и, в принципе, может и где-то даже должна это согласовывать. Ну, хотя бы написать, сказать, любимый, у нас будет возможность или у тебя будет возможность оплатить мне, например, такую-то покупку. Или я бы очень хотела себе такую сумочку, мы можем себе это сейчас позволить. Для мужчины это, даже если она понимает, что у него все хорошо с деньгами, для мужчины это все равно признание, раз. Это раз. А во-вторых, все мужчины любят, когда у них просят. Мужчине нравится, когда женщина у него что-то просит. Не ставит его перед фактом купи или переведи, а где-то поиграет с ним. Но тогда это не про попросить, а спросить, можно ли я куплю, потому что попросить это ты можешь мне купить. Здесь не имеет значения, тут уже все очень индивидуально. Ты можешь один раз попросить, другой раз спросить. Но когда мужчина видит, что ты относишься с уважением к его деньгам, он понимает, что ты также ценишь и то время, которое ты тратишь на заработок этих денег. И, в общем, ты не относишься к мужчине с потребительской точки зрения. Это очень неприятно. Это действительно прямо бесит-бесит. А если она купила не себе сумку, а что-то в быт для общего пользования, это тоже будет бесить? Это все к этому относится? Нет. Почему? Но если она купила что-то в дом дорогостоящее и не сказала. Подожди, в любом случае это все тоже обсуждается. Давай я тебе приведу даже пример. Можно купить, домработница просит купить какой-то суперпылесос, который заменяет чуть ли не целую химчистку. То есть при помощи этого пылесоса можно и диван привезти в порядок, и занавески и так далее. И он там стоит миллион рублей, например. Но это же семья, это же отношения. Ты же можешь подойти и сказать мужу своему за ужином, слушай, давай, может, такой пылесос купим, правда? Зачем постоянно куда-то возить вещи, если вот там Тамара говорит, она может нам все этим пылесосом здесь, значит, вычистить. Для меня отношения это все-таки договоренности. Вот сейчас я специально себе здесь записывал. А, вот то, что, ну да, вот женщины думают, что мужчина прям должен. Вот когда, вот эта позиция, он мне должен, и формирует такое отношение. Переведи мне деньги. Ну, а если нет возможности такой? Она бы, наверное, не просила, если понимала, что нет возможности. Здесь вопрос в другом. Я уже как-то рассказывал эту историю. У женщин, я же говорю, у женщин многих есть такое, особенно у молодых девушек, как ты, современных, есть устоявшееся убеждение, что если мужик с отсутствием денег, значит, он не мужик. А если он с деньгами, то, значит, с него можно доить все, что ты захочешь. Но он же знает, как они зарабатываются, эти деньги. Почему он, кто сказал, что если ты нашла богатого мужчину себе, он должен тебя взять и всю полностью завернуть в свои доходы. Не должен, нет. Не должен. А вот когда женщина ставит мужчину перед фактом, оплати, это воспринимается так, как будто бы должен. И это очень сильно отталкивает мужчину. Ну, вот. Не делай так. И вы так тоже не делайте. Потому что это вообще отдельное искусство быть в отношениях друг с другом. Искусство быть в отношениях с женщиной, искусство быть в отношениях с мужчиной. И когда женщина попросит у мужчину, он себя чувствует более значимым. Когда ставит перед фактом, он себя чувствует обязанным. А это две большие разницы, чувствовать себя значимым и обязанным. Когда мужчина себя чувствует значимым, он даже где-то понимая, что не совсем стабильно, финансово чувствуя себя, он найдет возможность порадовать свою женщину. И наоборот, даже понимая, что у него все хорошо с деньгами, чувствуя, что он обязан что-то делать для этой женщины, он будет делать все возможное, чтобы избежать какого-то подарка, каких-то лишних затрат. Поэтому учитесь правильно просить у своих мужчин то, чего вы хотите. И ни в коем случае не ставьте их перед фактом. Я была в магазине, как мне один рассказывал, мужчина тоже говорит, я каждый месяц даю своей жене миллион-полтора на расходы. Миллион-полтора на расходы. Представьте себе. Мне кажется, для любой женщины в России, не только, полтора миллиона в рублей, в рублей, говорю, рублей на расходы, Таня, это нормально? Ну, полтора ляма в месяц. Да мне кажется, это очень круто. Что происходит? Смотрите. Он говорит, проходит ровно четыре дня, максимум неделя. И она мне пишет, переведи мне, пожалуйста, денежку на карту, я немножко не подрасчитала. С чем ты не подрасчитала, он мне спрашивает. С затратами. Так я тебе полтора миллиона перевел неделю назад. А она ему отвечает, ну, я просто заказала себе какие-то сумки, туфли, кофты, платья. В общем, она набрала себе брендовых шмоток. Три пары очков, каждая по 150 тысяч, там еще что-то. И теперь ей уже не хватает на бензин. Она идет с подружками навстречу. То есть, как бы полтора миллиона, как выяснилось потом. Но они решили этот вопрос. Почему? Может быть, она, конечно, под дурочку закосила. Она ему говорит, я думала, что это полтора миллиона на подарочки мне. А все остальные расходы, как бы там, поход с подружками в ресторан, не знаю, там, косметолог, маникюр, педикюр, в это не входит. Она говорит, нет, родная, в это входит все. Вот я тебе полтора миллиона дал, туда входит заправка твоего автомобиля, перекусы, обеды, встречи с подружками. Вот все, в чем ты нуждаешься. Маникюр, педикюр, покупки, платья, косметика, косметологи. Вот в эти полтора миллиона, пожалуйста. Это твоя зарплата. Вот и в конце месяца получишь еще одну. Ну просто такие женщины, когда от таких суммах, о которых ты говоришь, женщины, значит, привыкли тратить так деньги. Это же не то, что она, вот она и скинула эти полтора миллиона, и она такая раз их потратила. То есть у нее такой уровень жизни, она так делает всегда. Понимаешь? Когда всегда. Ну всегда, они так живут, значит. Подожди. В этом случае она так не жила. Вот в том-то все и дело, что есть категория женщин, которые встречают мужчину, видят, что у него есть деньги. Она тут буквально недавно на 50 тысяч в месяц жила. Ходила, блин, в капюшоне по пятерочке, чтобы ее никто не узнавал там. А тут она опирилась, блин. Полтора миллиона упала, она понеслась. Женщина не может себе, если вы хотите с мужчиной нормальные отношения строить, даже если он богатый мужчина, к нему нужно относиться с уважением, и к его деньгам тем более. Даже если у него нет денег, к ним тоже нужно относиться с уважением. Даже к отсутствующим деньгам. Даже если вас просто в лес водят пиво попить с орешками. Тоже нужно относиться с уважением. В общем, еще больше полезной информации у меня на безоплатных программах. Ссылка у меня в описании под этим видео. Может быть, я не прав. Давайте пообщаемся на эту тему в комментариях. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке ниже. Проходите безоплатные программы из любой точки мира. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Женщина, которая смогла». Ну и, конечно же, становитесь счастливыми. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...